друзья всем привет сегодня будем готовить хлеб на закваске и я покажу как вообще выводить закваску изначально у меня уже подготовлена здесь моя закваска которой уже сколько лет ну по моему 4 пошел корона когда закончилась уже три-четыре года есть скоро будем отмечать 5 лет ты можешь прям вот приблизить показать вот в таком виде это как бы моя основная закваска вот она стоит у меня в холодильнике сейчас я буду все рассказывать как ее содержать как за ней ухаживать и прочее многие у меня спрашивают интересуются и делятся тем что у кого-то закваска она не выводится вообще в принципе изначально мне немного это как бы сложно понять потому что я однажды попробовала ее вывести это была зима это вот когда только корона началась и я не знаю делать было нечего и вот в общем-то говоря решила вывести закваску и от она с первого раза как получилось так получилось поэтому я не знаю я попробую поделиться всеми своими какими-то хитростями которые у меня были собственно из интернета вообще ничего я ничего не мудрила зашла в интернет посмотрела как готовить закваску и все из первой попытки благо все у меня как бы случилось поэтому я очень надеюсь что у вас тоже это случится и давайте смотреть нам понадобится мука белая хорошего помола значит в общем хорошо молотая скажем так и нам понадобится ржаная мука значит пропорции можем взять такие 100 миллилитров миллиграмм белой муки 100 миллиграмм ржаной муки и 200 миллилитров теплой воды сейчас я это все буду показывать если у вас есть возможность приобрести экологическую муку ну или может быть она называется в россии или еще где-то био вот то это супер меры клуб круто потому что у экологической био муки свойства лучше нежели там обычной муки это все будет тоже благоприятно влиять на процессы за сейчас отмерим на весах 100 миллиграмм белой экологической муки вот у нас идет ржаная теперь мука тоже стон и соответственно весах у нас будет показано 200 все это у нас разбавляется теплой водой тут я уже отмерила ровно 200 миллилитров воды и смотрите когда мы ее выводим летом понятно что в доме очень теплая температура но я ее выводила зимой у нас в доме было 20 21 в принципе не не вот тебе 28 и поэтому я ее немного кутала вот потому что на особенно вот начальном этапе закваска любит понятно тепло и она будет лучше все процессы будут лучше происходить именно вот в теплой при теплой температуре вот она собственно у нас готова и что происходит сейчас этой закваской к сожалению или я не знаю может быть даже смотрите слушайте мы можем сделать так вот сейчас мы снимаем видео и я покажу как это собственно происходит из этого дня я могу фиксировать какие-то коров короткие видео даже если если на рядом нет и буду вам показывать как будет развиваться закваска моя это требует где-то от 3 до 5 дней то есть вот сейчас мы ее прикрываем крышкой она должна быть неплотно прикрыта ну вот чтобы воздух попадал потому что в нашем воздухе в принципе находятся молочнокислые бактерии вот и а здесь у нас мука и вода в муке у нас дрожжи из таким образом начнет происходить некое брожение которое собственно нам и не смотрите подкармливать мы будем каждый день 65-70 миллиграмм цельнозерновой муки и 65-70 миллилитров значит воды достаете одну ложку ну ее на выброс и добавляется в этой пропорции муку и воду хорошенько помешать здесь очень надо хорошо размешивать чтобы ну как бы процессы шли так как они должны идти и все и положили снова при комнатной температуре до следующего дня и так каждый день если вдруг вы увидите то есть вот на допустим на следующий день на закваске на поверхности будет какая-то жидкость вот то пугаться и совершенно не стоит это нормально если появляется жидкость то это означает что ее обязательно надо подкормить причем срочно изначально первый день очень будет неприятный запах такой ну мало приятный скажем так и с последующими днями он будет меняться на более кислый запах аромат так что это как бы тоже нормальная история это вот значит 35 дней весь процесс вы выводите вот такую же вот покажи еще раз из мин после четырех трех пяти дней когда ваша закваска получится такая как должна быть вот это будет вот это уже закваска которая будет основная то есть вот это ваша превратится в такую основную которая будет жить в холодильнике ну или на кухонном столе но я на кухонном столе никогда ее не держала если ее держать на кухонном столе в принципе или в шкафу то ее надо подкармливать каждый день если в холодильнике то достать достаточно подкармливать в неделю два раза ну это тоже только на начальном этапе пока она у вас молодая и не очень как бы считается крепкой скажем так закваской моей три четыре года она благополучно себе подкармливается один раз в неделю и прекрасно себя чувствует вот это относительно закваски теперь достану хлеб который приготовлен на закваске и в холодильнике у меня уже стоит 48 часов почему он там стоит хлеб на закваске его в принципе можно приготовить в этот же день я однажды пробовала это делать мне не очень понравилось потому что вкус хлеба на закваске намного глубже и намного вкуснее он вообще в принципе хлеб получается только на следующий день поэтому когда вы замешиваете тесто на закваске то есть вы его готовите вот мы сейчас ясмин вот эти вот то что я сейчас проговариваю процесс именно как до молодец малыш мы будем включать в наше видео какие-то процессы которые я уже сама снимала закваска вообще требует длительного времени это не не так вот сейчас взял закваску и приготовил хлеб это совершенно не так это требует времени но минимум два дня это как бы такой себе проект не быстрый то есть если допустим нам надо приготовить хлеб мы из основной закваски выводим в течение четырех пяти часов свежую закваску которая идет на приготовление хлеба потом мы значит замешиваем тесто здесь мы включим это видео которое я сама снимала мы покажем все эти процессы это занимает тоже где-то от ну где-то до трех часов по-хорошему весь этот процесс замеса тесто постоять 40 минут добавление соли опять постоят постоять тесто должно сложить тесто там тоже своеобразная техника и все эти процессы занимают естественное время то есть в итоге получается после того как замесили тесто у из них уже пар из ушей идет потому что много болтовнин ну надо рассказать людям как готовить эту закваску иначе ну это тебе не дрожи плюхнуть тесто и пошел через 20 минут пышный хлеба ароматный нет вот и все сбилась теперь смысле что было чего буду короче поэтому это занимает как бы силы времени и прочее и что происходит вот все процессы прошли тесто готова в корзину поместили наше наше тесто и в холодильник давай вот уже уже меньше разговоров больше дела это вот то о чем мы говорили вот смотрите это тесто в корзинке у меня стояла в холодильнике 48 часов и вкус у него будет просто невероятный глубокий вкусный но услышите хлеб на закваске если те которые пробовали но супер малыш вкус отличается так что попробовав хлеб на закваске но как бы уже не хочется дрожжевой хлеб есть а про полезные свойства закваски ну как бы уже наверное знают все но те которые не знают могут почитать в интернете насколько он полезен значит смотрите друзья сейчас мы уже будем наш хлеб отправлять духовку и покажем потом его в испеченном который увидит но ты слышишь как попкорн готовится дети лезвием острым мы делаем такой надрез чтобы как говорят пекари появилась ушко в хлебе у нас вот это вот когда поднимается ну увидите в готовом виде будет называться ушком смотри какой признак того что тесто подошло оно такое как должно быть когда ты делаешь надрез она сразу вот расходится то есть она уже прям хорошо такое подошедшие духовка должна быть очень сильно раскаленной у меня чугунная плел это как будет плел чугунный противень в общем его я включаю до выпечки где-то за час он хорошо должен прогреться у меня максимальная температура в духовке 300 градусов я прям вот включаю максимально потом я сбавляю до 260 270 кладу хлеб 2-3 льдинки внутрь чтобы он хорошо поднялся начальном этапе где-то после 15 минут можно сбавить температуру до 220 и пропекайте где-то хлеб минут в общей сложности 35 попкорн собственно пока мы тут возимся мелкотне мы купили аппарат который делает попкорн он стоит занимает какое-то место туда эти процессы масло положил соль и купил готовые в микроволновку две с половиной минуты и счастье нормально слушайте друзья ну смотрите хлеб у нас готов ну я не знаю у меня комментариев нет он такой красивый я знаю точно он такой вкус мы сейчас будем его естественно пробовать с маслом вкусно адама сделал мороженое сам значит смотрите еще если интересно все про закваску можете наблюдать за каналом возможно я выложу видео короткое видео где я буду рассказывать про ржаную закваску ну так прям минутные короткие чтобы было все компактно вот но нашу закваску мы будем вести до ума вот отсчитаем 5 дней и тоже ее в каком-то варианте буду выкладывать либо видео еще раз делаем либо в коротком виде я обязательно покажу вот ну и соответственно какие там вопросы если есть про закваску у я всегда готова ответить и рассказать давай покажем что у нас внутри сказочный обмена и и и и и и и Слушайте, друзья, все, на сегодня у нас все, хлеб получился шикарный, закваска в процессе, спасибо за просмотры и будем встречаться уже через две недели.